Все, поехали. Тихо, дядя, папа спасает мир. Там играют. Так, ас-салам алейкум, добрый вечер, приветствую всех, друзья. Приветствую, Гарри, приветствую, Сергей Иванович. Добрый вечер, шановне глядачи, сегодня с нами такие поважные гости, Аслан и Гарри Табах. Инколи вас называют Юрий. Как вам угодно. Салам алейкум всем, здоровеньки булы, привет всем воинам мира, воинам света. Взаимно, приветствую. Самое первое, я уже спрашивал, но не знаю еще реакции, еще не знаю реакции Гарри Табаха. Сегодня, когда я посмотрел средства массовой информации Российской Федерации, у них праздник, у них началась эра какого-то благодействия, эра, я не знаю, водолея, эра какого-то космического божества или что, потому что они конкретно, тезисно, они говорят, наконец-то Байден согласился поговорить с Байденом. Извините, Путин, Пукин, Путина договаривали, он согласился поговорить с Байденом в Женеве 16 числа. Опозорился Зеленский, потому что Зеленский говорил с Байденом, говорил одно, а Зеленский написал совсем другое. Америка сдалась в спорной ситуации с Северным потоком-2. Решила не принимать какие-то санкции по Северному потоку. Короче, у них коммунизм, у них полностью все хорошо. И я даже не понимаю для себя, зачем и чем закончится встреча Байдена с Путиным. Потому что если сейчас проанализировать ситуацию, например, Гарри будет Байденом и задавать мне вопросы, а я буду Путином отвечать на вопросы, то Путин заранее приготовил все ответы, уже их озвучил, уже я их знаю, все зрители Российской Федерации, те, которые за ними подглядывают, знают. И что Байден нового может предложить Путину, и как он может как-то наклонить Путина, как-то принудить его к миру, к диалогу, мне было бы интересно посмотреть. И чем это все закончится, мне тоже интересно посмотреть. Не приедет ли Байден туда после этой встречи с Путиным, да, ну понятно, что его будут критиковать. Но насколько сильно будут критиковать, а может быть он выйдет победителем, скажет, я его уговорил, и он станет хорошим парнем. Ну вот... Ну что я могу сказать, видите, весна вроде бы уже прошла, а обострение осталось. Как-то еще не уходит, поэтому люди продолжают беситься. Ну, с другой стороны, а что тут неправда-то, вот если разобрать по частям? Это правда. Байден назвал Путина, или согласился, что он убийца. Ну и в том же предложении сказал, ну мы будем с ним работать, мы вот договора все. Входим обратно, все, что значит, из чего вышел Трамп, который был очень нежный с Путиным. А вот я буду жестким с ним. Тут же снял атака на нас, закрыл наш северный поток, Keystone State. И в то же время сразу же снял санкции, которые идут против Конгресса, против американского закона. Насчет российского северного потока. У нас была кибератака на наш нефтепровод. У нас был кризис с нефтью, и цены пошли наверх. И в это же время потом еще кибератаки против нашей страны. Байден разрешает выплатить им, значит, залог, чтобы этого не было. И говорит, что это же не российское государство, это какие-то там хакеры. Как будто какие-то хакеры в России могут действовать без Путина. И, конечно же, он звонит Путину, все время звонит Путину, и это он его приглашает на встречу. А Путин не дает ни да, ни нет. Он требует каких-то, показывает ему каких-то, что ты слышишь. Просто так меня пригласить, чтобы я пришел, встретился с тобой. Мне нужны какие-то инцентивы, что-то ты мне должен дать. Увел корабли из Черного моря, эсминцы прислал, катер дироговой охраны. Ну и так далее. Много чего, значит, показывает ему, что очень хочу с тобой наладить отношения. Ну и там, понятное дело, что у Батуриной сынишка взял почти 5 миллионов долларов, а там может быть и больше то, что мы знаем. А там может быть и больше. Не о чем они могут говорить. Ну, конечно же, там они пишут, что они будут говорить о безопасности в Европе. А какая там опасность у нас в Европе существует? Украина. Украина. Будут обсуждать, я думаю, Украину. Но Путину мало. Он говорит, давай, давай еще. И вот, значит, на пресс-конференции ПСАКИ всем в уши псакалось, что, значит, Украину дадут дорожную карту Украины, чтобы она вступала в НАТО, что мы поддерживаем, чтобы Украина вступала в НАТО. И как вот в этом разговоре, телефоном тоже, насколько я понимаю, но Байдена администрация это вычеркнула, сказал, ничего подобного, мы не поддерживаем это. Это предыдущая администрация, а мы нет. И вычеркнули это. Вернее, они говорят, да, они говорят, Северный поток ужасно, Украину надо принять в НАТО, но вычеркните это из конскрипта, и Северный поток санкций снимите. Теперь, вот, говорят о декларации. Декларации, значит, говорят, что сейчас Байден позвонил Зеленскому и пригласил его в Вашингтон, чтобы тот приехал, и он его примет как очень хорошего друга, гостя. Сказал ему, что, ну, это со слов ваших СМИ, сказал ему, что, значит, Украину в обиду не даст, с Путиным будет это обсуждать, и будет обсуждать за суеверность Украины. А что, Украина не суеверная? Чего там обсуждать? Украина суеверное государство. Я не понимаю этого. Вот, что сказал Трамп. Не встречаясь с Зеленским, не получив от Зеленского то, что он хотел, чтобы шло расследование на коррупцию в его стране. Трамп сказал, что он за целостность Украины. Вот вы, мои товарищи, видите разницу между целостностью Украины и суверенитетом Украины? Да, конечно, разница есть. Видишь, да. Чаще. Понимаешь, многие люди думают, что он ничего такого не сказал. Он дал точное определение Путину. Трамп говорил о целостности Украины, а Байден говорит о суверенитете Украины. Ну, Байден подтвердил, извини, Гарри, но Байден подтвердил, что Крым часть Украины. И он как бы стоит на этом. Крым – это по международному праву, по чартеру ООН. Крым – это Украина. Есть документация. Конечно. Но он это в своей декларации не говорит. Он ничего не говорит. Он говорит, что он за суверенитет Украины. А целостность Украины – это как? Нельзя ничего оспаривать? Можно. Тогда он говорит, давайте поспорим, давайте разберемся в этом. Давайте, вот вы, Владимир Владимирович, уже с какого это года, когда в Бухаресте, с восьмого года в НАТО в Бухаресте он объявил, что Украина – это искусственная страна, и что вообще это… Вот с тех пор у вас, понимая, значит, это… Давайте с вами никто это не обсуждал, давайте вот я с вами это обсужду, потому что я за суверенитет Украины. Но это не значит, что я за целостность Украины. Это можно обсуждать. Да, сегодня Крым – это Украина, это по чартеру. И Донбасс Украина. Но я готов к разговору, к торговле этому. А Трампу что надо было обсуждать? Трамп говорил, нет, Украина – это целостность. Все, что принадлежит Украине, – это Украина. И тут нет никакого обсуждения, нет никакого разговора. Это уже решено, сделано. Гарри, ты хочешь сказать, что не вступление или отказ Байдена от предложения вот этой дорожной карты для Украины по НАТО, и то, что целостность там, ну, что он встречается с Путиным, это звенья одной цепи, и что как бы идет отдаление Украины от Америки, или Америки от Украины, и на сближение с Россией в Америке происходит. Правильно? Смотри, смотри, Аслан, дорогой мой, воин мой, я знаю, что ты считаешь меня твоим бойцом горским, но я хочу тебе напомнить, что у меня другой этнос, поэтому я тебе отвечу на вопрос вопросом. Можно? Конечно. Это мне к тебе и нравится. У вас в Украине американский посол есть? А в России есть? А у вас нету? Он уже почти полгода у власти. Там не то, что посла нету, он еще даже не объявил никого послом туда, кого он хочет. Неважно, потому что вот даже ваш бывший министр иностранных дел говорил, что надо ходить по посольствам, надо ходить по дипломатам и говорить, насколько важно для Украины быть в НАТО. Я его спросил, а к кому вы в американском посольстве пойдете? К клерку? К третьему секретарю? Консул? У вас посла нету? Он даже еще не назвал, который Конгресс должен быть, но он мог другое сделать. Это завтра же этот человек появился там. Он мог назначить нового Курт Вокера, представителя президента, который бы... Там Конгресс не нужен, он приезжает и занимается. Такого человека тоже нету. Чтобы вступить, чтобы получить дорожную карту в НАТО, чтобы быть просто другом НАТО, как Израиль. У Израиля же нету дорожной карты в НАТО, у Японии нет, у Южной Кореи нет, есть страны, у которых идет спор границ, они не могут вступить в НАТО по пятому параграфу. Я не хочу уже одно и то же долдонить, все это прекрасно понимают, но они близкие друзья и союзники НАТО. И у них есть представительство в НАТО. Чтобы это Украина получила, не нужно разрешение НАТО, решение НАТО. Президент Соединенных Штатов может это решить. Он может сказать, что все, Украина это наш союзник, и партнер по НАТО. И они часть нашего блока союзнического, но не члены НАТО. Он тоже этого не делает. Поэтому, конечно же, ты мне скажи, это отдаление или это приближение к Украине? Если он даже посла вам не посылает. Я думаю, что Пайдену невыгодна Украина. Он занимался коррупцией там. И он не хочет, чтобы это всплыло. Он не хочет, чтобы его сына туда вовлекли. Он понимает, что все равно пока еще у нас неполно диктаторская страна, и он не может диктовать, что все равно есть журналисты, есть органы, которые все время обращают внимание на компьютер его сына, чем он занимался в Украине, почему Байден приехал и сказал, чтобы уволили Шокина, или он не даст миллиард долларов. Потом настаивал, чтобы поставили Луценко за место Шокина. Это же открытая информация. Это же пока, как он настаивает, чтобы поставили Шоки Луценко. И как только это происходит, хватают одного ингуша и отправляют в Россию, который сейчас, по-моему, себе вспорол живот, насколько я понимаю. И на 18 лет. Ну, смертный приговор ему. Ну, может быть, случайность. Я не верю. Но мне все говорят, ну так, это там, то, сё, какой-то договор с Россией. Что-то мне морочат голову, задувают мне дым в одно место. И сейчас приезжает Нуланд, и Блынкин в Украину перед встречей Путина с Байденом. И все рады. Правда, никто не говорит, а что они обсуждали, что они приехали. Министр иностранных говорит, ну, слава богу, что приехали. Барин приехал, Барин приехал. Вот, всё, хорошо, у нас теперь будет в селе. И сразу же список чеченцами с бандитами. И туда же закидывают бойцов чеченских. Бандиты они, не бандиты, не важно. Никакого расследования, никакого суда. ЧК, чрезвычайный комитет, решает это. Не верю я в эти случайности. Хоть стреляйте в меня, не верю. Всё это, отвечу тебе теперь по-нашему, по-горски, прямо, всё это взаимосвязано. Я вижу полную взаимосвязанность во всём этом. Поэтому моя прошлая программа была у меня, она написана во время встречи Путина с Байденом, о чём торгуем сегодня Украиной с её чеченцами. У меня такой уточняющий вопрос, Владимир. Смотри, после того, как уже был новый президент у вас, были выборы, да, Конгресс Соединённых Штатов Америки там принял законопроект о санкции противороссийской федерации, о том, что она вмешивалась в выборы Соединённых Штатов Америки. Там всё было прописано и помощь Украине, и что будет представитель в Украине. Это прописано в этом законопроекте, за который, кстати, проголосовали республиканцы и демократы. Я вот обратил. Да, конечно. Как же будет с этим законопроектом? Это закон Соединённых Штатов, который надо выполнять, и Байден хочет, не хочет, или администрация Байдена, они же должны выполнять этот закон? Нет. И уж принял Конгресс. Нет. Нет. Нет, президент может это не делать. Президент может наложить вето на это. Конгресс принял решение, что ещё, по-моему, это было при Клинтоне. Конгресс принял у нас решение, чтобы посольство Соединённых Штатов перенести из Тель-Авива в Иерусалим. И все президенты говорили над предвыборной кампанией, чтобы успокоить наших еврейцев, что они это сделают, но не делали. Закон есть, а они не делают. Не исполняют его. Ну что ты делаешь? Посадишь президента в тюрьму? Нет. Будешь его судить? Он защищён. У него иммунитет от этого. И такого часто много было. Я не буду много перескать, это просто один из... И только первый президент, который исполнил этот закон, который принял Конгресс ещё при Клинтоне, был Трамп. Он перенёс наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Все кричали, будет война с арабами, будет война. Нет, наоборот, настал мир. Подписали мир. Теперь про Украину. Был принят закон по Украине в 2014 году дать летальное оружие Украине. Это было принято Конгрессом. И демократами, и республиканцами. Президент Обама с помощью вице-президента Байдена, который отвечал за Украину, наложили на это вето. Никакого летального оружия Украине в 2014, 2015, 2016 год. Они его только получили, когда пришёл Трамп. И вот этот фейк, который гнали, что Трамп дал только потому, что на него Конгресс давил. Нет. Наоборот. До точности наоборот. Конгресс давил на Обаму и Байдена. А они отказывались. А на Трампа уже Конгресс не давил в 2016 году. Это был республиканский Конгресс. Трамп сделал это сам. Но уже 17-й год, это уже не 14-й, когда вам это нужно было больше всего. Теперь Конгресс принял у нас два закона. Один. О помощи военной Украине. Насколько я понимаю, там это было что-то 250 миллионов. Я округляю сейчас. Я точные цифры не помню. Трамп своим указом дал почти 400 миллионов помощи. Пришел Пайден к власти. И вот на 21-й год он возвращает, отменяет указ Трампа и возвращает только на те деньги, которые разрешил Конгресс. 250 миллионов военной помощи. Начинаются разговоры с Путиным. Начинается уход кораблей из Черноморского бассейна. Скопление российских войск на границе. И в это время Байден урезает 250 миллионов долларов и что-то опускает до 125 миллионов. Что уже против закона, который Конгресс выдал. Урезает. Потом ваши все СМИ и политики говорят, нет, но это там, если мы выполним антикоррупционные какие-то миссии, что всегда вписано. И это в любую страну, когда мы ей помогаем, что они должны бороться с коррупцией. Но это все глупо, потому что коррупцию у вас в стране, оказывается, возглавлял наш бывший вице-президент вместе с нашим посольством. И теперь он у нас президент. Так выглядит это. У меня нет никаких доказательств. Ну, выглядит так. Факты показывают на это. Поэтому мы Украина совсем, как сказал в разговоре он с вашим президентом бывшим, заноза в его жопе. И он эту военную помощь урезает против закона. Закон нас также говорит Конгрессу, что нельзя давать деньги, помощь палестинникам. Это противозаконно у нас теперь. Говорят, что причина, почему Байден урезал, это ваши СМИ, ваши все главные СМИ это разносят. Почему Байден это урезал? Потому что у Америки у самой финансовый кризис. У нас у самих тяжело с деньгами сейчас. У нас инфляция. Вот я Аслану говорил, как у нас все подорожало. Нефть, стройматериалы, еда. Очень много людей безработные сейчас после ковида. С ковидом все это тяжело. Поэтому ему пришлось урезать помощь военную Украине. Но урезав эту помощь Украине, что против закона, и передав, но в то же время взяв 300 миллионов долларов и отдать их Палестине, который все прекрасно знает, что большая часть этого пойдет на терроризм против нашего одного из самых близких союзников. Тоже против закона. Но он имеет право это делать. И он это сделал. То есть, Конгресс это народ. Это представитель народа. Мы избрали наших представителей, чтобы они защищали наш интерес. Вот в этих случаях во всех он шел против народа. Но на его стороне СМИ, на его стороне коррумпированные политики, не только американские, но и во всем мире. И бороться с этим очень-очень сложно. А чтобы удовлетворить других, то можно отправить корабль с евреями обратно и сказать, делай с ними что хочешь. Не наше дело. И капрал немецкой армии делает с евреями что хочешь. Думают, что найдут какое-то затишье за это. Такая расплата. На хрен кому они нужны, эти грязные, жадные евреи. Теперь с евреями сложнее. Сегодня у нас, слава Аллаху, есть чеченцы. И будут. Всегда. Поэтому, иншалат мой, поэтому, поэтому, кому они на хрен нужны? Да. Они нужны, чтобы успокоить теперь нашего подполковника КГБ чуть-чуть, чтобы он не нервничал, чтобы он показал, что против меня нельзя пальцем шевелить. А эти бандиты, бандиты, весь мир знает, что они все террористы. Кому это непонятно, неизвестно. Эти бандиты, эти вонючие горцы, да, давай их сюда, я из них покажу пример. А что они для Байдена? Что они для Америки? Что они для кого? Но пришли за ними, пришли за евреями, придут и за нами. Сегодня это, вчера это был ингушский боец, потом это был Андрей Тележенко, потом это буду я, а потом будете и вы, мой уважаемый Сергей Иванович, и все остальные. Ну да, прогнозы такие, неутешительные, но опять же, хотелось бы вернуться, все-таки есть надежда, что в Соединенных Штатах Америки диктатура, и там нет тоталитарного режима, как на России. Там работает судовая система, довольно успешно работает. Когда работает, когда не работает. Я вижу, что они плохо работают, вы видите, хорошо работают, а я вижу как раз, я извиняюсь, что я вас перебиваю, но я вижу как раз наоборот, я вижу, что у нас зажрались, что у нас, вот, зачем с этого пляжа вообще задницу поднимать, никто не хочет. Живи себе и получай удовольствие. Люди расслабились, как в Израиле многие тоже расслабились, потому что давно войны не было, четыре года у них было спокойно. И тоже расслабились, и все, что живем богато, живем хорошо, никто нас не тронет, все это пройдет, все будет хорошо. А вот украинцы не расслабились, вот украинцы молодцы, я его как раз наоборот вижу. И как только вот это началось, случилось с этими списками, как только туда попали бойцы из чеченского батальона, у вас народ стал, уже второй раз, второго ингуша не сдают, когда они постфактум узнали, что это произошло. Теперь они, а теперь ваша власть, и все, они думают, слушай, эти ребята могут, особенно эти атошники, эти обстрелянные, которые с ними воевали, с этими чеченцами, против этих кадыровцев, бандитов, они могут выйти на улицу, они опасные. И украинский народ сегодня это обсуждает, и по телевизору у вас, и везде обсуждается, это уже резонанс. И, конечно, с такими вещами надежда огромная есть, что если даже что-то и будут делать, то будут делать очень аккуратно. Я лично уже говорил с Антоном Герашенко. Я ему сказал, Антон, как же так? Как такое может быть? Он говорит, не может быть. Я тебе, говорит, зуб даю, что этого не будет. Я говорю, я могу вот упомянуть твое имя и сказать, что ты это сказал? Он говорит, да, можешь. Я ему говорю, у меня брат мой, мой брат, я говорю, один из этих чеченцев в списке, я его знаю, его по кускам в Украину привезли после первой и второй кампании против России. Его тут врачи еле сложили по кускам. У него два штрафа за все пребывание в Украине. Два штрафа. Но он не сгибаемый. Его не сломать. Ему взятку не дать. Его, извини за выражение, не к традиционному стилю жизни не склонить. Он умрет до того, как он это сделает. Погибнет. Он бесстрашный. Конечно, он мешает какому-то вашему бизнесмену. Конечно, он мешает какому-то вашему политику. Конечно, он мешает какому-то твоему менту. И легче всего его без суда и следствия взять и кинуть в этот список. Но вот Антон Герасченко мне сказал, что говорит, зуб даю. Никого в Россию не отправят. Не будет этого. Я смотрел, и я уже Яслана говорил, и своим зрителям говорил, что если бы президент захотел выяснить, кто подал в списки, у кого-то надо звук выключить, наверное, да? Или я эхо слышу от кого-то. Да, я тоже эхо слышу. Это где-то эхо. Так вот. Вот так, да. Опять же. Ой-ой-ой. Гарри пропал. Поушники надо было это как вчера с этим. Да-да-да, отключился. Вернулся. Гарри. Все-все-все. Нормально, нормально. Это, наверное, от меня эхо слышали. Да, от вас. У меня вот это вот от вас где-то. Спроводное. Так вот. Слышно сейчас меня? Да-да, хорошо. Слышно и видно больше, чем раньше. Да, и больше, чем раньше видно. Тертинка. Завис тебе. Да, отлично. Так вот, я своим зрителям говорил, что если бы президент захотел узнать, кто внес в списки, а человек, который вносил бойцов чеченского батальона в списки, он реально предатель Украины. Предатель интереса украинского народа. Это гадалки не ходи. И тут два варианта. Или он это делает по своему убеждению, или он это делает за деньги. Но это уже пускай разбираются правоохранительные органы, как он это делает, за деньги. Желательно, чтобы было за деньги. Да. Когда такие идиоты делают по убеждению, они намного опаснее, чем те, которые делают за деньги. Так вот, если бы президент захотел узнать, кто внес, это делается элементарно. Вызывается начальник отдела, который занимался этим, он говорит, это не я, это вот этот клерк. Давай завися до клерка. И за 15 минут три человека, которые занимались составлением этих списков, стоят в кабинете президента, и он дает команду Службе Безопасности Украины с ними разобраться. Но он этого не сделал. Почему он этого не сделал? Потому что ему не подсказали вовремя, он этого не знал, ему не дошла информация. Ну, я разные варианты, просто, как это самое. Я в это не верю, как блогер, потому что с нами были депутаты, они более так дипломатично выступали, как депутаты, они, может быть, ну, вот, их там научили дипломатично выступать. Я считаю, что со стороны Кремля, если бы захотели выцепить, чтобы другим неповадно было наказать, они любят Кремль так наказывать, вот, они могут дать этому человеку, там, 5, 10, 50 тысяч долларов, небольшая сумма для Кремля, совсем небольшая сумма, а человек просто вносит в список тех, кого указали внести, и все, и дальше все пошло по накатанной. И никто это не проверяет. Проверит это вот опять же вы сказали Антона Герасченко. Антон Герасченко умный человек. Он, я обычный блогер, об этом знаю. А знает ли об этом Антон Герасченко и подозревает ли Антон Герасченко о том, что это измена родины. Ну, прямым текстом можно говорить. Что тот человек, клерк, который внес в список, да, его надо с ним, чтобы разбиралась служба безопасности Украины. Да, но дело все в том же, что Антон, эту защиту Антона Герасченко, что он не уполномочен, он же из МВД, он может не уполномочен этому быть. Ему просто, и он передает то, что ему сказали. Говорит, ты, этого не будет, не слушай. А он спрашивает, дайте мне, где доказательства, что эти люди совершили какое-то, где расследование, где все такое. Говорит, это не твоего дела, это не относится к твоему, к МВД, это СБУ или еще что-то там. Или это РНБО, как оно у вас называется. Понимаешь, там тоже бюрократия, там тоже люди так, не все знают, не каждый знает все и про все. Но дело все в том, что если общество протестует, если общество требует ответов, то власть в конце концов сдастся. А если общество бараны и сидят, ну, они там сверху, они там, знаешь, как в Советском Союзе, я помню, они там лучше сверху знают, что нам нужно. Мы-то, мы чего знаем. Мы в России сейчас так же, и в Советском Союзе, и сейчас так же. Они там зарплату получают, чтобы такие вопросы решать. Вот они вам и порешают. А если это общество, как в Украине, которое может вспыхнуть, как спичка, и уже многие командиры, бойцы, батальонов, генералы, знаю генерала такого, который возмущается этим, не один, кстати. Знаю депутата вашего, тоже военный, бывший, тоже возмущается, мне они звонили, говорили, мы с ними общались, потому что те, которые из нас были в таких ситуациях, мы понимаем, что когда придет война, мы воевать не сможем, не пойдет за нами никто, не пойдет, не пойдет погибать, не пойдет подставлять свою задницу под это, чтобы потом их как баранов сдали. Сегодня это чеченцы, а завтра это будут и украинцы, граждане Украины из села, выращены на молоке и сале, которые по-русски двух слов связать уже не могут, а говорят только по-украински, и их сдадут, они не идиоты, люди, которые идут вот так вот воевать за свою страну, мы не идиоты, мы не бараны, за которых нас часто считает власть или считают политики, которые считают себя умнее и на пьедестал себя ставят, они просто трусы, а мы нет, мы просто честные, а они нет, и у нас есть такая вещь, называется честь, называется достоинство, а у них понятия этого нету, и мы понимаем, что если они это сделают с ними, с этими, черно, то в конце концов они и с нами это сделают, сделают, еще как сделают, продадут, сожгут, посадят, и ордена, и погоны с нас дерут, как нечего делать, и это было в истории, особенно в России это любили делать, когда заставили британцев сдать казаков, и они сдали их, когда британцев заставили сдать своих летчиков польских, которые асы были и воевали на британской стороне, их сдали, и все они потом погибли в лагерях советских, эти герои, было это в истории, прецедент есть, а в Украине сегодня прецедент еще есть, и с Ингушом, парнем, уже есть это, поэтому кто будет воевать, когда подойдет время? Для этого, не думаешь ли ты, Гарри, что именно для этого делается, понизить боеспособность? Я не вижу другой причины, я не вижу, я не верю в эти совпадения, когда Байден орал, что он не будет таким марионеткой, как Трамп у Путина, он ему покажет, вы все сидели там, говорили, сейчас он придет, порядок наведет, введет санкции драконовские за да, с вифтом отключит, я думал, что я сумасшедший, а ни о чем они говорят, этот человек возглавлял коррупцию в стране, со своим самишкой, и где эти санкции, и до сих пор люди сидят, уважаемые люди в политике, журналисты уважаемые ваши, и говорят, что нет, на этом саммите он сейчас Путина поставит на место, каким образом, каким инструментом, объясните мне, я понимаю, что я тупой сапог, но я не вижу никакого инструмента, каким он это может сделать, а вот тут Путина есть, он говорит, я тогда не буду тебе там, кибератаки устраивать тебя в стране, шатать твою систему, поддерживать трампистов, таких как Табах и остальные, а ты давай вот что давай, а вот у меня вот есть мечта детства, которой я уже 2008-2005 года работаю, что Украина все-таки это Россия, и те, которые там предатели воюют за нее, я этих предателей хочу к себе, и боюсь, что могут договориться об этом, я другого просто не вижу, может быть я что-то не вижу, может быть я чего-то не понимаю, а у вас в стране, конечно же, проблемы, проблемы с войной, проблемы экономические, проблемы дипломатические, и вы не знаете, туда-сюда вы пытаетесь уравновесить это, и это очень сложно, и опять же, приведу Израиль как пример, у Израиля была та же самая проблема, та же самая проблема была, то Советский Союз, то Америка, то туда, то сюда, они кидались, они пытались выжить, пытались выжить любой ценой, потом поняли, что цена не та, что ни те, ни другие, никто им не поможет, только будут использовать в своих целях, в своих политических интересах, поэтому они плюнули и на тех, и на других, и сказали и Франции, и Германии, и всем сказали, идите к чертовой матери, мы будем воевать как можем, мы будем выживать сами как можем, и не будем, и я думаю, что Украина тоже созреет в этом, и скажет, мы будем за Украину, а не то, что сейчас выгодно Байдену, или то, что сейчас выгодно Путину, или то, что сейчас выгодно Трудо, или еще кому-то. Гарри, я вот вспоминаю, полтора года назад, когда пришел к власти Зеленский, я за него не голосовал, ну, я категорически был против Зеленского, я его и сейчас не воспринимаю, но когда выбирали Зеленского, я прогнозил, как будут дальше события, они практически все таки сбылись, и когда Зеленский ехал в Париж посмотреть в глаза к Путину, вот мне сейчас напомнило то, что сейчас Байден едет в Женеву посмотреть в глаза Путина, да? Они уже все, по-моему, посмотрели в глаза. Как-то оно, да, как-то оно, вот, и когда Зеленский, я тут вспомнил, да, влияние украинского народа на президента, мы вышли все на улицу, граждане Украины, кто жил в Киеве, кто приехал в Киев, блогеры, вели, каждый вечер вели прямые трансляции с негодованием, где люди смотрели, да, и о чем, о чем можно было договариваться, оно все в Конституции прописано, о чем ты хочешь договариваться с Путиным, и если ты хочешь там сдавать интересы Украины, прямым рейсом Париж-Ростов, и он, мы подействовали на президента, мы реально подействовали на президента, Зеленский из Парижа приехал, не тем Зеленским, которым он туда поехал, это факт, мы реально действуем на президента, и сейчас вот прошло полтора года, Зеленский уже не тот, который был два года назад, он реально не тот, который был два года назад, Мы его подправляем, подруливаем, хотя многие его не воспринимают, но мы им подруливаем, потому что мы имеем на это право. Так вот у меня вопрос к вашему президенту. Я знаю, половину Америки в каком-то процентном отношении некоторые не согласны. Голосовали за республиканцев, голосовали за демократов. Если бы я был гражданином Соединенных Штатов, 99% я голосовал бы за республиканцев, потому что тут мне больше Маккейн нравится, царство ему небесное. Маккейн это был просто, он к нам в Днепр приезжал, это человек, которого тут любят и уважают. А опять же, я возвращаюсь к Байдену, но все равно же вы демократическая страна, у вас нет такой коррупции, как в Украине. Все равно вы можете подруливать вашим президентом, указывать на его недостатки, высказывать свое возмущение неправильными его действиями или политикой, которую вы считаете неправильной. У вас больше для этого возможностей, нежели у нас, у украинцев. Или не так? Нет, это так и не так. Потому что у нас, да, больше возможностей, может быть, пока демократически, хотя это все становится меньше и меньше. Позавчера убрали одно из моих видео с моего канала, потому что я там говорил против антисемитизма в Америке. Что говорят наши конгрессы, некоторые конгрессы, женщины, которые говорят, чтобы избавиться от антисемитизма, для этого надо избавиться от Израиля. И тогда антисемитизма не будет. Ну и там кое-что другое, и там на БЛМ я наехал. И вот убрали этот видик. Знаете, свобода слова у нас тоже. Вот эти институты, которые говорили, что Трамп будет диктатором. Но при Трампе свобода слова процветала, и его можно было критиковать и говорить что угодно, и никому ничего не было. А сейчас ты что-то не так скажешь, что тебя из Фейсбука уберут, из Твиттера уберут, из Ютуба удалят твое видео, и еще накажут. Поэтому люди начинают, конечно, сильно цензурой заниматься, самоцензурой, что еще хуже. Боятся что-то сказать, и с работы уволят, то уволят, и здесь уволят. И у нас народ не так взрывоопасный, как у вас. Не хотят они с пляжа уходить от этой жирной плоды. Поэтому, да, у нас может быть возможностей много, но если у нас их забирают, то мы не протестуем. Мы как бы говорим, ну хорошо, следующий президент, ну у нас опять выборы будут. Но то, что они опять их сфальсифицируют, это да. Это первое. Тут такая палка от двух концов. С одной стороны у вас лучше, с другой стороны у нас. Просто все привыкли, что в Америке все идеально, и в Америке все идет правильно. И мы должны быть как Америка. И мы видим, что как Америка, как пришел Байден к власти, все стали как Америка. Война началась, повсюду опять начинаются войны. Потому что когда слабый лидер, когда слабый хозяин, то бояре начинают между собой драться и начинают делить все. Когда сильный приходит командир, то, конечно, все офицеры тоже дисциплинированные и сильные. Поэтому с одной стороны да, с другой стороны не очень. Значит, дело не в том, что в чем у нас здесь раскол в Америке. Это не потому, что кто-то голосовал за демократов, а кто-то голосовал за республиканцев. Дело все в том, что когда выиграл Трамп президенты, много американцев сказали, этого быть не может. Он не политик. Он совершенно с другого мира. И он российский агент. И начались расследования против него. И было сразу же и импичмент, и четыре расследования конгресса демократические. И все они доказывали, что все эти обвинения в его сторону не основаны. Теперь приходит Байден к власти. И я, например, я считаю, что выборы были сфальсифицированы. Что там произошел фальшь. Не мог ни математически, ни исторически, ни политически Байден выиграть эти выборы. Не мог, но не сходится. Не сходится очень много вещей. Можно сказать, что я сумасшедший или я дурак. Можно. Это вполне возможно, что я дурак или сумасшедший. Я это не исключаю. Но дело все в том, что в Америке 100 миллионов таких дураков и сумасшедших, как я. Которые говорят, мы думаем, что это было сфальсифицировано. Мы бы хотели то же расследование, как были расследования проведены против Трампа. Расследовали он. Мы точно так же хотим, чтобы это было проведено насчет Байдена и Камала Харрис. Почему нет расследований? Почему нет расследований в компьютер его сына? Почему нет расследований в Клинтонов? Со всем, что происходило с ней, с ее компьютерами и с ее серверами. Почему нет расследования, как проходили выборы? Аудит. Пусть проведут голосование. Вот что мы хотим. Если оно будет проведено, почему нет посла в Украине? Вот я хочу. Почему нет посла? Почему он еще не назвал? В чем проблема? В чем проблема назвать Гарри Табах посол в Украину? Пусть меня Конгресс разбирает, пусть еще что-то. Хорошо, не послом. Пусть меня за место Курт Вокера пошлю. Но чем я хуже, елки-палки. Я говорю на языке, я знаю культуру. У меня много друзей там. Нету никого, ни одного человека в самой огромной стране, в самой богатой стране мира не могут найти никого, кто бы мог представлять Америку в Украине. И чтобы представить Украину в Америке, президенту рассказать, что там происходит. Что там чеченцев сейчас вот взяли и кинули в списки бандитов. Я бы рассказал президенту Байдену об этом, перед тем, как он поедет разговаривать с Путиным. Но нету такого человека. Почему? Я бы хотел расследования в этом. Я бы хотел ответа на это, как американский гражданин, как человек, который платит этим скотам зарплату. Но нету этого. И таких нас 100 миллионов. Конечно же, мы недовольны этим. И пока такого расследования не будет, мы не будем считать президента Байдена легитимным президентом. Легитимно избранного президента. Ни его, ни Камалу Харрис. Пока не будет такого расследования. Как только будет расследование, как только это расследование завершится. Одно, не четыре, одно. Я первый буду, который скажет, я приношу свои извинения. Я ошибался. Бывает. Я не хотел, чтобы он выиграл президентский выбор. Я хотел, чтобы Трамп выиграл президентский. Я считаю, что Трамп был бы лучше президентом. И для меня, и для Украины, и для всего мира. Но я признаю, американский народ сказал свое слово и выиграл Байден. Все, я приношу свои извинения. Но пока этого не будет, вы меня простите, я это не приму. Я считаю, что он не легитимный президент. И, наверное, против меня уже тоже там много разных давлений, угроз и всего остального идет. Но если мы начнем трусить и склоняться к этому, как Дудаев сказал у Дудаева, да? Если мы начнем приспособляться к этому, ко всему, наши дети будут рабами. И это будет считаться лояльностью. Но поэтому я не знаю. Я уже даже забыл, о чем я говорил. Даже так я эмоционально в этом... Гарри, вы говорили о комиссии, которая расследовала... Ну да, комиссии, которая... А, я просто на ваш вопрос, у вас они такие-то многослойные. Насчет президента Зеленского. Понимаете, я считаю, что неприлично мне критиковать вашего президента. Не потому, что он не подлежит критике. И не потому, что я этого не хочу делать. Я его, конечно, на кухне по-своему критикую с друзьями. Но публично это неприлично, потому что я гость в вашей стране. Если бы я не был гостем в вашей стране, я бы спокойно это делал. Как и ваши граждане имеют абсолютное право критиковать моего президента Байдена или Трампа или кого угодно. Но если они гости, как, допустим, Альбац или Пархоменко, они приезжают в мою страну, они здесь сидят на гранте и обливают говном моего президента. Это, я считаю, неприлично. Неприлично прийти к кому-то в гости и сказать, знаете, что хозяйка страшная, дура и котлеты вонючие. Ну, не ходи в гости тогда к этим людям. Но если ты уже пришел, веди себя прилично. Поэтому я гость в вашей стране и я всегда буду поддерживать демократический выбор вашего народа, кого бы они ни выбрали. И если это разделяется американские ценности демократии, я буду поддерживать. Нравится мне этот человек, не нравится. Поэтому, я не знаю, или кто-то понимает эту разницу, которую я говорю, потому что мне говорят, а что ж ты тогда критикуешь Путина. А я не гость в России. Когда я служил в России, я его не критиковал. Я считал, что это неправильно. Я там находился. Это не моя страна. А когда я выехал из России, я его начал критиковать. Все, я больше там не гость. А своего президента, я считаю, я имею право критиковать везде и сколько угодно. Просто у нас есть такая традиция, что если президент за границей, на это время прекращается его критика. Пока он находится за границей. Первый раз, когда это было все нарушено, это когда был Трамп. Как только Трамп уезжал за границу, начинались против него импичменты, начинались по всем СМИ, что он вообще не должен возвращаться. Его сейчас в аэропорту арестуют и посадят. И это вот эта традиция была. Поэтому, когда президент за границей, его критика традиционно у нас прекращается. Но весь вот этот вот начался, конечно, не с республиканцев, а началось с как Трамп стал президентом. Все наши традиции, все это нарушены. Были и не Трампом, хотя его обвиняют во всем этом. Поэтому вашего президента мне сложно критиковать. Я тоже не хотел, чтобы он был президентом. Но совершенно по другим причинам. Эти причины были абсолютно личные, можно сказать, этнические. Наши люди никогда не любят, когда наши люди лезут в политику. Потому что потом обвинят всех нас. Когда пришли раввины к Троцкому, они ему сказали, Рэп Беренштейн, что вы творите, что вы делаете, перестаньте. Вы что, с ума сошли? Он говорит, я не Рэп Беренштейн, я товарищ Троцкий. Они ему сказали, да, мы знаем, революцию делают Троцкие. Но отвечать будут Беренштейны. И с покон веков мы не любим, когда наши люди лезут в политику. Я только из-за этого. Но ваш народ явно проявляет толерантность. Явно показывает, что в самой антисемитской стране в мире меньше всего антисемитизма. Фашистская страна, я бы сказал. В самой фашистской стране в мире, оказывается. Они себе избирают евреев в президенты. И с этой стороны, конечно, я поддерживаю. Мне это нравится в вашем народе. В украинцах, что время идет, времена меняются. Смысл меняется. Молодые люди совершенно имеют другой взгляд и все остальное. Но критиковать его в политической деятельности, я считаю, неприлично. Это очень хорошо, что он меняется в вашем виде. Что он учится быть президентом. Это очень сложно. Он должен принимать во внимание всех, как президент. Он не может не принимать во внимание олигархов. На них экономика держится. Нас президент не может Сутенберга не принимать во внимание. Или Илона Маска не принимать во внимание. Или Гейтса не принимать во внимание. От этих людей зависят миллионы рабочих мест. От этих людей зависит политика Америки. Они должны к ним прислушиваться, к этим крупным бизнесменам. Они должны прислушиваться к этим большим звездам, которые их слушают остальные люди. Поэтому быть президентом очень сложная и неблагодарная работа. И быть командиром вообще это очень сложно и неблагодарно. Ты одинок в этом. Ты отвечаешь за все, а контроля в демократической системе у тебя мало. Отвечаешь ты за все. Поэтому сложно. Я желаю удачи вашему президенту. И чтобы, конечно, ему как-то это облегчило бы. Но не знаю как. Я желаю удачи и моему, и нынешнему президенту США. Он не мой президент, я его не считаю. Но я ему желаю удачи. Потому что если у него все будет плохо, то нам всем здесь будет плохо в стране. А если нам всем будет здесь плохо в стране, то во всем мире будет плохо. И только будет хорошо России и Китаю. А здесь это меня не устраивает. Гарри, у меня вопрос. Вот в связи с этим событиями, которые сейчас происходят в Украине, санкционный список внесли и большой вероятности могут выдать. Но ты говоришь, Герасченко дал слово. Слово есть слово. Он дал зуб. Зуб дал, тем более. Не хочу. Он не молодой человек. Может, у него их не так много. У меня их тоже немного. Но сейчас уже импланты делают. Ты знаешь, что со всего мира... Знаете, куда со всего мира ездят делать импланты? В Украину. В Украину, да. Ну, может быть, у Герасченко... Ну, ладно, не будем говорить о Герасченко. И вот с этой ситуацией нам, конечно же, как мне, как юристу, важен документ, а не слова даже вот таких больших чинов, которые даются. И мы знаем иногда, что происходит с этими словами. Но это конкретно не про Герасченко. Вот сейчас большая вероятность, что если внимание к этой проблеме успокоится, они их просто будут ловить. Или же при попытке... Вот это мое мнение. Я ни с кем об этом не обсуждал. Ничего какой-то инсайдерской информации по этому поводу не имею. Но вот может быть, что если внимание спадет, их попытаются задержать. Уверен, конечно, они не будут оказывать сопротивление. Но могут убить при оказании сопротивления. Я вот в этом варился, ну, последние лет, наверное, 20. Ну, до отъезда лет... Ну, до отъезда из Москвы, до 2015 года. Я каждый день это наблюдал. И не всегда это были... Далеко не всегда это были бойцы сопротивления. Это были простые люди. И их убивали. Они не оказывали сопротивления. Они могли быть религиозными людьми. Они могли быть просто родственниками, кто воюет и так далее. Ну, абсолютно невинные люди иногда попадали под этот каток. И если произойдет... Вот я как сценарий просто представил для себя. Да, их попробуют задержать. Ну, или как убили Сашко Белого. И возьмут и застрелят просто. Да, Сашко Белого тоже не сопротивлялся. Его взяли и убили. И все. И шла война. Сейчас было не до Сашки. Хотя Сашка вокруг себя именно и чеченцев собрал бы, и грузин собрал бы. Потому что он везде побывал. Такой центр силы из него получился бы. И такой бы рубил прямо. Ну, прямо как ты, Гарри. Говорил все в глаза и как есть. На самом деле я очень уважал этого человека. Я как Сашко убью. Ну, не дай бог. Не дай бог. И вот смотри, ситуация. Происходят вот такие события. Если спадет внимание вот к этой проблеме. И если что-то не изменим. И самое главное. И в соответствии с украинским законодательством. И в соответствии с международным правом. Решение Зеленского незаконно. Оно нарушает много конвенций. Много законов. И если спадет это внимание. Может произойти непоправимое. Мы бы, мы вот именно этим и заняты. Что сейчас привлекаем внимание. Наша спилка украинских блогеров. Украинская спилка блогеров. И в этом плане появляется много разной. Такой полезной информации. И что ты мог бы предложить по этому. Я знаю, ты озвучиваешь. Говоришь об этом. С многими людьми говоришь об этом. Что бы и вообще было бы хорошо нам объединить эти усилия. И что бы ты мог посоветовать. И в каком направлении нам двигаться, Гарри. Обязательно объявить. Но мы двигаемся в этом направлении. Мы это дискуссируем. Уже есть группа людей. Она состоит не только из блогеров. И бла-бла-бла. В ней состоят люди и силовики. И юристы. И депутаты. Объединяется. Это одна из черта, которая мне очень нравится в Украине. Что вот как Сергей Иванович говорил. Президент уже тоже начинает понимать какие-то вещи. Мы его обучили тому. Мы его обучили сему. Мы привлекли его внимание. Потому что не только сверху командиры или учителя должны учить вниз. Иногда снизу мы должны учить и наверх. Показывать. Они люди. Какой бы смешной, какой бы талантливый Зеленский не был. Или какой богатый бы не был Трамп. Они все равно люди. Они все равно допускают ошибки. У них все равно есть свои комплексы. Свои страхи. Они люди. Они обыкновенные люди. Которые в конце концов, как мы все, умрут. И хотят оставить после себя хорошую память. А Путина была бы хорошая память, если бы он в восьмом году ушел. О днем бы осталась хорошая память. А Порошенко останется хорошая память. Через сто лет о нем будут говорить хорошо. Все эти остальные вещи уже будут забыты. Как ты говоришь, потеряют. Ты будешь знать только о Чингисхане или о Наполеоне. Ты будешь знать только главные вещи. Спас Украину. Поставил Россию на ноги. Все такое. Но когда они задерживаются. Когда они сидят очень долго. Что израильтянам сейчас самое главное. Избавиться от Натаньяху. Прекрасный человек. Он мне нравится. Десантник. Боевой. Долго. Засиделся, братан. Засиделся. Потерял буи. Какой бы он хороший не был. Поэтому. Понимаешь. Они все равно люди. И их надо образовывать. И вот украинское общество. Оно очень. То ли исторически так сложено. Из-за казаков. Из-за вот этой сечи. Из-за этого воинственности. Как и у чеченцев. Они могут свою власть поставить. Хотя бы припугнуть ее. Сказать. Знаете что. Мы вас точно так же применяем на других. Другого атамана поставим. И в Украине это происходит. Последний раз это произошло очень цивилизованно. Был Майдан. Но только на избирательных участках. Это точно тоже был Майдан. 73% набрать. Это Майдан. Это революция. Подвинь еще чуть-чуть левее камеру. Еще чуть-чуть. Еще, еще. Вот так. Отлично. Нет. Передвинул. Может это значит насчет. Вот так. Видно так. Да. Вот так. Так нормально? Да. Вот так по центру. И насчет того, что могут потом отлавливать чеченцев. Как собак бешеных по одному. Могут. Все может быть. Но на сегодня. Но это будет потом. И мы будем реагировать на это потом. А сегодня надо, как ты говоришь, сплотиться. И разобраться в этом списке. Кто, почему, как туда попал. И кто туда их внес. И по какой причине. И чтобы люди об этом знали. А не то, что это не ваше дело. О чем обсуждал Байден с Зеленским в телефонном разговоре. Или о чем говорила Нуланда. И Блинкин, когда они туда приехали. Мол, не ваше собачье дело. Нет. Народ должен знать, что обсуждалось. Какие решения были приняты. И таким образом. Насчет отлавливания чеченцев по одному. Я тебе так скажу. Как-то старенькая еврейская бабушка пришла в банк. И там была очередь. Она отстояла очередь. Подходит к этому клерку. И говорит, я бы хотела со своего счета снять 10 долларов. Он говорит, извините. Мы 10 долларов не снимаем счет. Это надо идти к машине. И с карточкой вы там снимете 10 долларов. Она говорит, я пожелаю. Я не знаю, как эти карточки, шмарточки. То есть все третий десяток. Она говорит, извините. Но у нас такой порядок. И уже очередь. Так что давайте, пожалуйста. Идите. Там написано инструкция. Вы разберетесь сами. Она говорит, хорошо. Она говорит, сколько у меня на счету долларов? Он говорит, 50 тысяч у вас долларов. Она говорит, хорошо. Я хочу снять все деньги. А они говорят, все деньги нельзя. В банке столько денег нет. Это надо вам заказать. Она говорит, хорошо. А сколько можно снять самое большее? Он говорит, 30 тысяч можно снять. Она говорит, хорошо. Я хочу снять 29 тысяч 915 долларов. Как? Она говорит, так. Хочу снять 29 тысяч 915 долларов. Ну, он идет к менеджеру. Да, они берут деньги, пересчитывают. Несколько часов проходит. Они выдают эти деньги. Она пересчитывает все эти деньги. Еще пару часов. Наши пожилые женщины. Они все стоят. Полбанка этим занимается. Потом она берет 10 долларов. Кладет себе в сумочку. И говорит, а теперь я хочу положить 29 тысяч 905 долларов обратно на свой счет. И они кладут эти деньги обратно на свой счет. Мораль басни такова. Не надо морочить голову старым евреям. Они этим занимаются уже несколько веков. Понимаешь? О чем я говорю? Не надо пытаться поймать чеченцев. Они этим занимаются уже несколько веков. Вы их не перепоймаете. Ни одно МВД, ни одно КГБ их не поймает. Их уже поймали пару раз. После этого они неуловимые. Одного такого я прятал у себя в подвале год. Не поймали. Не поймали. И не поймают его никогда. Моего товарища. Как только у его родственника. Который только как оказался в этих списках. Все. Я вам говорю. Не поймаете вы его. Его уже нет. Вы его не поймаете. И у вас уже это как еврейки старые. Не надо морочить голову. Потому что она тебе его заморочит. Так что у тебя целый банк будет стоять. Пока она своих 10 долларов не получит. Как она первоначально и задумала. И легче сразу это сделать. Поэтому я говорю, что не поймайте. Не перепоймайте вы чеченцев и ингушей. Они уже отловленные. Они уже битые. Это исторически так положено. В воздушном бою ты не собьешь аса. Гарри, у меня вопрос. Вот смотри. Мы все понимаем, что вот сейчас именно и чеченцев выдают там. И все такое. И этнически кавказцев. Еще не выдают. 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 Выдают чеченцев, дагестанцев, грузин. Мы вчера разговаривали с Сергеем Борисом Захаровым. Украинским правозащитником. И он говорит, что это этническое выдворение. Уже такая волна идет по этому поводу. Просто вот эти бойцы батальона попали в список. В санкционный список. А так под шумок всех выдают. Это как в 2008 году грузин выдавала Россия. Вот такая же приблизительная ситуация. И вот сейчас именно бойцов. Всего лишь там 5 или 6 фамилий. 5 фамилий. 4 из батальона Шейха Мансура. И 1 из батальона Крым. Так вот. Видимо россиянин. И нужно ли было вот создавать вот такой ажиотаж из-за пятерых человек. Ведь можно было же, если это Россия действует против Украины, можно было бы не делать этот ажиотаж. Вот такой резонанс этому. Именно выбрав этих людей для атаки. А потихонечку внедрять своих людей. Или же это связано с тем, чтобы именно, чтобы вызвать резонанс. Показать, что мы их вышли. Мы можем. И дух, например, тех же украинцев, которые на передке находятся, на передовой. У них, во-первых, упадет уверенность в том, что их дома за спиной в тылу встретят как героев. А не будут там какие-нибудь кадыровцы, которые уже там будут орудовать, когда они вернутся. И у них пропадет, я не знаю, и дух пропадет. А это самое главное для солдата. Важнее любого оружия. И коммуникация с властью произойдет. И тогда эти патриоты начнут не доверять своей власти. И, соответственно, они станут врагами потихоньку этой власти. И будет такая же, как в 20-х годах, когда партизанщина уничтожалась. Бегали за ней. И она убивала НКВДшных от тех начальников. Они убивали целыми деревнями, селами украинских. Как ты думаешь, почему именно так? Ну, много причин есть. Я же не политолог, не принципиолог. Я простой военный человек, который уже давно не военный. Но тут много. Тут может быть целый букет вещей. Ответить на это сложно. Но я думаю, что, наверное, хотели сделать показательное. Опять же, когда ты имеешь дело с бюрократами, с бюрократическими системами, которыми управляют политики, каждая со своей политической точки зрения, это иногда очень часто происходит абсурдом. Это так войны начинаются. Потом война принимает совершенно другую форму, другую идею. С чего она началась? Совершенно не то же самое, когда она закончилась. Все поменялось, все изменилось. Потому что бюрократы, потому что политики, они иногда все так искажают. Так что все, что они задумали, получается, кверх ногами и черт знает как. Я не знаю, какая там была задумка. Я думаю, что была задумка подмахнуть Путину перед встречей. Ему хотелось Украину, и ему хочется чеченцев. У него с чеченцами психологическая проблема. Вот как у Гитлера там с евреями была, у него есть также с чеченцами. Чеченцы для него это что-то такое, от чего надо избавиться. Они не должны быть, в принципе. Или на цепи должны быть, или уничтожены. А? Или на цепи, как Кадыров быть, или уничтожены. Только в таком. Кадыров это нет, он тоже чеченец. Но он на цепи. Но он капо. Капо. У немцев же тоже были капос. Евреи, которые там возглавляли этот РАД, Юден РАД. Да, да, да. Они коллаборанты были. Но они были все равно евреи. И от них просто избавляться будем потом. Да, да, сперва этих, а потом тех. Поэтому я думаю, нет. Я думаю, Кадыров для него, как и его папаша, и все для него были тоже вот эти ундермэнчи. Но только этого он может использовать в своих интересах. Пока избавляться от этих совсем плохих чеченцев. Да, да, да. И поэтому для него это проблема. И вот чтобы подмахнуть ему таким образом, конечно же, наверное, он пытается и с Байденом, и с другими там, и с украинскими там провокаторами, не знаю, изменниками или еще что-то. И вот Сергей Иванович говорит, что их надо там разобраться и судить как изменников Родины или как предателей этих, кто вот эти списки составил, если там люди невинные оказались. Но они также еще и подрывают украинскую боеспособность. Они подрывают украинские войска. Опять же, кто пойдет воевать? Не пойдут люди воевать. Не пойдут. Не пойдут. И это, опять же, Путину на руку очень это ему выгодно. И вот все, что не происходит, выглядит так, как будто и у нас, и у вас все работают на Путина. Вот так вот он смог всех обвести вокруг пальца. Вот так вот у него была выдержка, терпение. Терпел он и ждал своего момента. И вот его момент пришел. Его момент пришел. И да, думаю, что это может быть по-разному. Но когда они начали это делать, наверное, они не ожидали такой резонанс. Потому что, опять же, если ты на секунду себя поставишь на место какого-нибудь чиновника или какого-нибудь там бюрократа, полицейского, военного, там, не знаю, министерского какого-то, он говорит, ну а что тут такого-то, а кто будет, вы что думаете, сейчас Петро бросит перепрятывать салу где-то и пойдет за чеченцев выставить? Да он даже не знает, кто это такие. Они же бандиты. Они же бандиты все. Никто за них ничего не пойдет. И они не ожидали, не ожидали, что народ вдруг украинский встанет и скажет, что ребята из АТО, что командиры военные встанут и скажут, э, это не прокатит. Давай откатывай обратно. Мы тут это, мы не бараны, чтобы нас тут резали. Сначала черных, потом белых. И сплотились. Это опасность. Это власть не боится таких людей. Она всегда пытается от них избавиться. Во время войны это самые нужные люди. Потому что они идут и воюют. Воюют грамотно, воюют смертельно. Их потом боятся не только враги, их начинают бояться сами и себя. Кого больше всего боялся Сталин? Гитлера? Нет. Ромеля? Нет. Он Жукова боялся больше всего. Он Жукова боялся. Сирокосовского. Потому что за ними армия уже была. У них была сила. Они могли одним щелчком его смести. И он это видел, как Айзенхаур стал президентом. Как Деголь стал президентом. Боялся он их. Поэтому, когда война заканчивается, притихает. Пойдем договоримся с Путиным. Пойдет Байден договориться с Путиным. Пойдет ваш президент договориться с Путиным. А эти люди мешают. Они не хотят договориться. Они говорят, сколько раз можно договариваться с ним? Каждый раз вы с ним договариваетесь. Каждый раз он вас... Вы что? И все время это за нашу цену. У меня вопрос еще. Вы детей туда не посылаете потом, когда он договоры эти подтирает одно место вашими договорами. Это мы и наши дети идут. Пробовать кровь. И вот таких людей... Почему министр обороны молчит тогда? Обоим вам вопрос. Скажите, пожалуйста. Почему министр... А министр обороны это же президент от человека. Что он может сделать? Он такой же бюрократ, такой же чиновник, как... Но он же коммуницирует со своими подчиненными каждый день. Они воюют. Нет, это не... Это командующий объединенных штабов. Но почему он тогда в желчинстве? А в силы не подчиняются министрам. У нас другая немножко система. Министр обороны это политический... Ну, а вот я имею в виду в Украине. Ты что ж знаешь? Генералы. Да, генералы. Те же украинские. Несколько генералов, которых я знаю, они... Не молчат. Они недовольны. Они, может быть, не так это высказываются. Они люди дисциплинированные военные. Но этого недостаточно. Просто дома. Если ты их доведешь до какой-то линии, у тебя могут быть с ними... Но это разве не линия, Гарри? А если они просто... Это разве не линия? Вот это уже рубеж, мне кажется. Если выдают своих бойцов... Нет, это еще не линия. Потому что общество украинское возмущается этим. Это обсуждается в СМИ. Это обсуждается на разных политических форумах. Это, я уверен, обсуждается в коридорах разных политических. Потому что, я уверен, не все украинские политики, не все украинские чиновники с этим согласны. Они понимают опасность этого. Они понимают несправедливость этого. Я уверен, что в суде не все же предательные, не все же уроды. Я думаю, что среди них тоже есть расколы. Если бы были все уроды, Украина уже не выстояла бы. Ну да. Поэтому я думаю, что тут же есть... И я уверен, что шанс очень велик, что они откатят назад. Что этого не произойдет. Поэтому устраивать Майдан или устраивать переворот, пока это не случилось. Рановато. Рановато. Еще черты нет. Я не считаю, что еще черта. Но выйти-то на акции нужно. Да. Если мне придется лететь в Украину и рвать зуб у Антона Герасченко, тогда да. Тогда линия уже все. Так он же не своим зубом клялся. Я говорю, что если это начнется, если начнется депортация или еще что-то, пока будут идти суды, пока будут идти... То-то и дело нет судов. Пока эти дебаты идут. Это нормальная демократическая процедура. Потому что есть провокаторы. У вас огромная пятая колонна. Похоже, у нас тоже. С которой надо бороться. И хвататься сразу за кинжал тоже неправильно. Надо разобраться здесь. Надо провести расследование. Кто, как, почему. Пока людей этих не трогать. Если есть какие-то... Наверняка 90 или 80% в этих списках уже есть дела, уже есть суды. Их уже можно реально арестовывать и сажать. Там есть все это. Сажать это одно. Но если это маленькая группа людей, которые туда бросили, потому что они неудобные, потому что они опасные для власти, для бизнесменов, потому что они воины, потому что их боятся, потому что они могут устроить кардобалет, если им что-то... И от них надо... После войны от них надо избавиться. И все. Я единственного не понимаю только. Я не понимаю ни моей власти, ни вашей власти. О чем они хотят договариваться с Путиным? Вот с кем вы договариваться? Вы еще не договаривались с ним, что ли? Вы тысячу раз с ним договаривались. Я же уже говорил, что полтора года назад Зеленский хотел посмотреть в глаза Путину. Он уже понял, что договариваться бесполезно. Потом несколько месяцев назад приезжал еврокомиссар договариваться с Путиным и с Лавровым. После этого он приехал, и он самый сейчас ярый приверженец санкций против Российской Федерации. И мы сейчас плавно переходим к встрече Байдена. Он же не к Путину едет. Он встречается с европейскими лидерами в Женеве. И на полях этих встреч будем встречаться и с Путиным. И вот у меня последний вопрос такой. Интересно, да? Твои прогнозы. Скажи, пожалуйста, Как ты думаешь, Байден приедет оттуда победителем? Приедет с полнейшим фиаско? Или приедет ни рыба, ни мясо? Ну, что сравнить тоже фиаско. Потому что я согласен с тем, что сейчас у Путина большое преимущество в разговоре с Байдиным. У него плюсы по всему. И по потокам, и по Украине, и по санкциям, которые сняли. И все-все-все. На все у него есть ответы. Что может Байден сделать? И как он может заставить? И как... Ладно, заставить. Как он может оправдаться перед своими избирателями? Байден, когда приедет назад, прилетит в Соединенные Штаты и скажет, я сделал то-то, то-то для Америки там, в Европе. Он приедет, так и скажет. Я сделал то-то, то-то, то-то. Договорился. У нас теперь мир. У нас теперь... Как Чемберлен приехал и сказал, вот, я вам привез мир с Гитлером. А Чёрчилл сказал, привез мир, а получите войну. Будут говорить... Это политики. Они, конечно, будут говорить, что они приехали победителями и всем остальным, и все, зашибись. И вот Трамп не мог договориться с Путиным, а он договорился с ним. Людям же будут... СМИ это все впарят людям, и люди будут в это верить. Ко мне... Вот я сейчас выйду на пляж, ко мне подбежит человек 20, не меньше. Сегодня меня пригласили на день рождения. Я знаю, на день рождения меня будут все насиловать. И будет все время один и тот же вопрос. Потому что, ну, знаете, в каждом комьюнити, в каждом... Свои вопросы. И у всех примерно один и тот же. там, у чеченцев один, у украинцев, другой... А здесь вот... Мой народ, который 6 лет таскался... 6... 40 лет таскался по пустыне. Вот он сюда пришел, и теперь у них вопросы ко мне. Они мне говорят, вот, Юра, вот неужели эти демократы не видят, что как только пришел Байден, все стало намного хуже. Цены пошли вверх. Инфляция. Теперь ковид, оказывается, был китайцами придуман. За что Трампа сильно корректировали. Говорили, что он ксенофоб и он расист. И это... От летучей мыши это пришла зараза, а не из лаборатории сделанной. Теперь, оказывается, Трамп был прав. Теперь это была не конспирация, не теорика конспирации. И они подойдут и будут мне говорить, неужели они видят, что бензин пошел вверх? Ну, их волнуют цены в основном. Неужели они не видят, что неужели он будет договариваться с Путиным? Они здесь все тоже Путина ненавидят. Неужели демократы этого всего не видят, что намного хуже стало при Байдене, чем было при Трампе? Я им говорю, нет, не видят. Они не видят. Потому что, если вы им это скажете, они вам скажут, да, но это все сделал Трамп. А Байден, и это вот сейчас, вот это вот так получилось. И теперь Байден пытается это все исправить, наладить наши отношения с нашими союзниками в Европе. Поэтому обратно входит в Киото, в Парижский договор, закрыл наш Кистон поток, северный поток с Канадой. Это все, чтобы то, что натворил Трамп, раскол этот весь внес. И вот он сейчас исправляет это. И все это они так преподнесут, и люди в это поверят. То же самое они преподнесут СМИ, потому что СМИ или куплены, или проданы, или просто какие-то соровские полезные идиоты. Они все преподнесут, что Байден приехал, что он с Путиным договорился, что Украина в безопасности. Ему Путин пообещал. И если вы им скажете, подождите, ну все договоры, которые были созданы после Второй мировой войны, все до одного Путин нарушил. Он их все послал к чертовой матери, к маме, к одной. Далеко не надо ходить, я один из этих жертв. Вот приведу пример, просто потому, что это случилось на этой программе с Асланом, когда я объяснял, почему Чечня, почему Россия не может дать Чечне независимость. И вдруг мне Аслан сообщает, что у Чечни была независимость. Она записана в чартере ООН. Я подумал, что он не совсем все знает, потому что я же варюсь в этом. Я пошел про него. Оказывается, это так. Чечня, как и остальные советские... Союзные республики. Союзные республики получила независимость от России. Это не часть России. Кто об этом знает? Где это объявляют? Поэтому люди, даже которые в этом варятся, люди, которые за этим следят, тоже не все знают. Их тоже обмануть и дать фальшивую информацию не так сложно. Не так сложно. А людям, которые занятые, которые должны ходить на работу, воспитывать детей, гулять с собаку три раза в день, косить траву, красить дом, таить корову, им некогда во все это вникать. Да, да. И они скажут, во, молодец, Байден. Все. Что вы там, украинцы? Волнуйтесь. Он же договорился с Путиным. Что вы переживаете? Он договорился с Путиным. Все нормально. У вас все будет хорошо. Пройдут выборы у вас демократические на территории Донецка и Луганска. И все будет хорошо. Они там демократически выберут править того, кого они хотят. Все будет нормально. И стоять людям, пытаться это объяснить, я не знаю, детально, чтобы они в это вникли. Это все равно, что когда ездит один нееврей, приехал в Израиль, его друг еврей катает его по Израилю и рассказывает ему, что вот здесь похоронен царь Давид, здесь вот Синай, здесь, куда Мозис привел людей, значит, стоял и смотрел на это. И пока здесь распяли Иисуса Христа, здесь вот эта церковь, где он воскрес, там пещера. Ездит, а это что? А это стена плача. Он говорит, а что это такое? Он говорит, это вот приходят евреи, молятся, кладут записки и разговаривают с Богом. Он говорит, серьезно? Он говорит, да. Он говорит, ну и как это, разговаривать с Богом? Он говорит, все равно, что разговаривать со стенкой. И вот это вот стена плача. И я думаю, они люди, да, они должны понимать, ты как бы разговариваешь со стенкой, это со стенкой разговаривать, и этим пользуются эти мерзавцы, которых мы выбрали нас представлять. Это наш выбор, мы сами в этом виноваты. Но мы не виноваты, потому что мы виноваты в том, что нам некогда, что мы живем уже хорошо, и мы не волнуемся за это. Мы, понимаешь, есть две категории, есть людей, которых мы выбираем, а есть люди, которые нас выбирают. Вот, допустим, вор выбирает нас, мы не выбираем воров. Вор смотрит на нас и говорит, да, он какой-то лох, у него можно украсть часы, у него можно украсть сумочку, ему можно залезть в форточку и его обворовать. Он выбрал нас. Мы бежим в полицию и говорим, нас обворовали. И полиция ищет этого вора. Это был его выбор. А мы выбираем людей, которые могут у нас своровать наше будущее, наши мечты, нашу жизнь, наших детей. Этих людей мы выбираем. И если мы что-то делаем против них, то полиция ищет нас, а не их. Это политики. Если мы выбираем таких политиков, которые нас потом обворовывают будущего, обворовывают наши мечты, обворовывают наши знания, обворовывают наших детей от того, что мы хотим нашим детям передать, то это наш выбор. Мы сами этих воров выбрали. Это не те мелкие воры, которые нас выбирают. Я вообще не знаю, что я несу. Нет, ты абсолютно прав на самом деле. И политики и забирают наше будущее. И это очень важно. Ты хочешь сказать, что это очень важно. Делать выбор правильно, а не поддаваться эмоциям и пропаганде, которые навлются всех утюгов просто. Я хочу сказать, что если отправят в Россию хоть одного чеченского бойца, или вообще чеченца, который воевал против России, теперь живет в Украине, бандит он, не бандит он. Это все равно, что отправят моего бойца. Вот я себя так чувствую, что это все равно, что отправят моего бойца. У меня тоже были бандиты, бойцы. Не подумай, что в Америке их нет. У меня два бойца были за всю мою службу. Гарри, они не бандиты. Это еще не установлено законом. Наши имеются в виду. Нет, я говорю, если даже они бандиты, их все равно нельзя выдавать. Я говорю, у меня два бойца были бандиты. Доказанные судом. Когда они у меня служили, они не были бандитами. Один из них вообще был идеальный. Но после службы что-то случилось. Может быть, что-то у них в башке случилось. Может быть, у них всегда это в них было, мы просто не замечали. Но у одного и другого был суд, и их посадили. И у одного и другого я был на суде, и я говорил, слушайте, я не знаю, у меня они были идеальными. Ну, один был идеальный, второй был немножко такой непонятный. Он все время хотел что-то стрелять, куда-то бежать, что-то делать. Его надо все время было держать под присмотром. А один был идеальный. Но потом оказался наркоторговцем. И его посадили. Но я шел, и я говорил, ну, был суд, и я видел, я их защищал как мог. Но потом в суде я вижу, что да, они совершили преступление. И они должны понести наказание. И может быть, может быть, среди ребят чеченцев тоже есть в этом списке, которые там воевали, они не воевали. Они могут быть, что они... Конечно, могут. Это должно быть публично. И за ответственность украинским законодательствам. Заклоны, это должны законы. Общество должно в этом участвовать. Должны быть присяжные. И когда это все будет решено, тогда да, пожалуйста, сажайте их в тюрьму. В Украине, а не выдавать их, как баранов, в Россию. Кем бы они ни были. Потому что... Ну, я не знаю, что тут объяснить. Все понятно. Все понятно. Да, я думаю, на этом наш стрим можно будет закончить. Спасибо тебе, Гарри, за твое экспертное мнение. За поддержку. Я думаю, мы еще раз, не раз встретимся. Этот вопрос мы держим на контроле. Будем обращаться в международные институты. Уже какую-то работу ведем в этом направлении. Ждем от правозащитников украинских еще информации и действий, чтобы мы договорились коммуницировать и все это делать вместе. Спасибо, Сергей Иванович. Спасибо всем участникам украинской спилки блогеров. И, конечно же, всем нашим зрителям. Спасибо вам большое. Слава Украине. Героям слава. Все будет Ичкерия. До свидания. До свидания. Так, я выключаю и я выключаю.